Во вторник около 7 часов утра двое неизвестных ограбили 38-е отделение Почты России. Налетчикам достались более 100 тысяч рублей. Штурмовать помещение преступники решили со служебного входа, расположенного во дворе дома. Злоумышленники были явно осведомлены о расписании поставки денег. В отделение связи они вошли через считанные минуты после ухода инкассаторов. Как ни странно, обычно запертая металлическая дверь на этот раз оказалась открыта. У входа подельники столкнулись с идущими наперекур менеджерами. Впихнули нас обратно. У меня, блин, шок, я растерялась. Ну, я не знаю, вот деньги гоните. Ему же говорят, нет денег. Не врите, инкассаторы были. А в руках у них было что-то, чем-то угрыжали? Нет, они просто один пошел, вот, а второе там, вот, 7 сидеть, все остальное в этом роде. И во внутренний карман полез. Запугав женщин, преступники направились в кабинет начальника отделения. Именно там сортировались банковские мешки. За прием наличности в этот день отвечала специалист по пенсионным выплатам. Она и стала главным препятствием на пути грабителей. Женщина оказалась не робкого десятка. Она вступила в схватку с наглецами. Отбить у нее подельники смогли малую часть наличных. С ее словом то, что пихнула. Оттолкнула, да. То есть оттолкнула, он испугался, убежал? Ну, он схватил, получается, деньги и убежал. То есть они могли бы, по идее, больше сумок взять, если бы, так сказать, не героизм женщин. Не, Еленешна у нас молодец. Грабителям достались два мешка. Тееретически они могли взять около миллиона рублей. Работники почтового офиса запомнили приметы преступников. Оба мужчины были одеты в черные куртки и камуфлированные брюки. Лица они прятали за масками. Поиски злоумышленников по горячим следам результатов не принесли. Розыскная собака завела кинолога вглубь жилмассива, но дальше потеряла след. Полицейские подозревают, на этом месте сообщников поджидал автомобиль. С места происшествия Виталина Кондрахина, Александр Гефанов и Павел Рогатин.